Мероприятие, посвященное 85-летию Алексея Балакаева, состоится сегодня в стенах городской библиотеки, которая носит имя писателя. Все, кто хорошо знал писателя и любил его творчество, сегодня вновь соберутся вместе. Поэты, писатели, театральные деятели соберутся, чтобы поделиться воспоминаниями, ведь многие знали его лично. Актриса Алевтина Кикеева считает, что известность она получила благодаря главным ролям, сыгранным в спектаклях по его пьесам. Сегодня театр возрождают постановки. Это и есть подтверждение тому, продолжает Алевтина Убушевна, что произведения писателя, наполненные философским звучанием о добре и зле, благородстве и предательстве и вечном спутнике человеческих взаимоотношений и любви, останутся на века. Она вспомнит одну из любимых своих ролей РАНО в правительственном задании. Это была первая театральная постановка Абаке Городвейкове, где были воссозданы факты из революционного прошлого легендарного полководца, неизвестной тогда широкой публики. Город, который голодал, Мургаб, поручили в этот город обоз с продуктами перевезти через горы, там, по мир Акея Ивановича Городвейкова. Ну, что самое интересное, на этот спектакль очень любил приходить Басан Бадминович. На одну из премьер он пришел, поднялся на сцену, когда мы на поклоне, поднялся, положил Сасакову руку на его плечо и сказал, ну, здравствуй, дядя. Это просто был исторический момент. Талант Алексея Балакаева многогранен. Участники юбилейной встречи, конечно же, вспомнят песни, написанные на слова поэта. Без сомнения, одна из самых популярных – это элистинский вальс. По воспоминаниям самого Балакаева, идеей написать песню в листе с ним поделился известный композитор Петр Чункушев. На следующий день стихи были готовы. По этому поводу в газетах писали, встреча двух служителей мус, поэзии и музыки должна была состояться по воле Бога или Его Величества Случа. Многие годы песня звучит как гимн калматской столицы. Песня «Жаворонка», да, разлетающаяся по степным просторам, навевает на каждого человека, наверное, свои какие-то переживания, эмоции. В этом году этой песне исполняется 55 лет. Конечно, сегодня на встрече, посвященной 85-летию Алексея Балакаева, будут говорить о его стихах. Любители поэзии говорят, что они сотворены, пропеты на одном дыхании. А его проза богата событиями, пульсирующей мыслью и болью. Философские осмысленные произведения, очень хорошо написанные простым человеческим языком, которые доступны детям и взрослым. А вот родные говорят о нем, что во все времена трудные и радостные. Алексей Гучинович оставался поразительным оптимистом. В нем было заложено жизнестойкое светлое начало. Любимая работа была источником его ощущения жизни, как огромного счастливого дара. Элла Хаптеханова, Валентина Чучиева, Валерий Котинов. Вести Калмыкия.